Партнер канала компания Везуви. Многих хозяев загородных домов мучает вопрос, а можно ли получить водяное отопление в доме, где стоит самая обычная печь или печь-камин? Что может быть общим между вот таким вот замечательным радиатором водяного отопления и обычной печкой, которая топится дровами? Об этом вы узнаете до конца, досмотрев сегодняшний ролик. Добрый день, уважаемые гости и постоянные зрители канала Везуви, печи, дымоходы и чугунное литье. Мы сегодня в лаборатории Везуви, и сегодня в нашей лаборатории установлен замечательный комплект, состоящий из печи-камина Эверест F8, о котором мы уже рассказывали вот в этом ролике. И вот такого устройства теплообмена Везуви Гейзер. Мы уже показывали устройство Везуви Гейзер, в том числе и вот в этом ролике. Мы разговаривали с Антоном Тельновым, нашим конструктором, который разработал эту систему для устройства водяного отопления в доме с печью или печью-камином. А теперь мы хотим показать вам, каким образом работает это устройство, до каких температур нагревают воду внутри себя, и самое главное, до каких температур нагревают воду в батареях, которые сейчас подключены к устройству теплообмена Везуви Гейзер. Самое время поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, если вы еще не сделали этого, и мы начинаем наше испытание. Прежде чем начать топить печь и нагревать воду в устройстве теплообмена Гейзер, я хочу рассказать, из чего состоит наша система. Во-первых, это сама печь-камин Эверест Ф8, устройство теплообмена Гейзера. Вот там на стене висит группа безопасности, куда входит расширительный бак, манометр и клапан для стравливания воздуха и стравливания воды. Внизу установлен циркуляционный насос, который проталкивает воду через всю систему и способствует таким образом более быстрому нагреву помещению. В системе через вот эти полипропиленовые трубы у нас подключены 4 батареи по 8 секций каждая. Именно они сегодня будут самой главной точкой нашего интереса. Именно на них мы будем замерять температуру, которая достигается за счет нагрева воды в устройстве теплообмена. Теперь самое время включить циркуляционный насос и после этого начать растопку нашей печи. Система у нас небольшая по объему. Вместе с баком Гейзера, который составляет 20 литров, вся система включает в себя примерно 35 литров воды. Насос у нас установлен на минимальные обороты. Их как раз хватит для того, чтобы хорошо, качественно и быстро прогреть такое относительно небольшое помещение, как у нас. Контроль температуры мы будем проводить в нескольких точках. Первая точка – это крышка печи вот здесь на стыке с патрубком дымохода. Вторая точка – это термометр, который будет нам показывать температуру внутри устройства теплообмена Гейзер. Третья интересующая нас точка – это точка вот в районе шибера. Может быть, чуть повыше или чуть пониже самой заслонки. Кроме этого, мы, конечно же, будем замерять температуру в самом помещении. И обязательно мы будем замерять температуру на батареях, которые установлены в нашей лаборатории. Начнем наши замеры. Патрубок дымохода – самое основание на стыке с крышкой. 16 градусов по Цельсию. На нашем шибере температура составляет также 16 градусов по Цельсию. Температура на стене у нас также порядка 16 градусов. И давайте посмотрим температуру на батарее. Это дальняя батарея нашей системы. И температура на ней 16 градусов по Цельсию. Это стартовые температуры, с которых мы начнем наш эксперимент. Давайте разжигать печь и начинать наши испытания. Наша печь разгорается. На часах у нас сейчас 12.55. Именно с этого момента мы начнем отсчет времени нагрева устройства теплообмена «Гейзер». Сейчас у нас полностью открыта заслонка для подачи воздуха в зону горения. И сейчас у нас полностью открыт шибер дымохода. Печь-камин «Эверест-Ф8» и устройство теплообмена «Везувий Гейзер» начали свою работу. С момента начала топки прошло полчаса. Температура на патрубке дымохода составляет, вы видите, 345-347 градусов. Температура на шибере порядка 165 градусов. Температура теплоносителя в устройстве 54 градуса. Температура под нашими часами составляет 23 градуса по Цельсию. Батарея в дальнем конце нашей системы выдает температуру теплоносителя 40-41 градусов. Прошло 40 минут от начала топки. Посмотрите, устройство теплообмена «Везувий Гейзер» входит в рабочую зону. Температура теплоносителя сейчас вплотную подошла к отметке 60 градусов по Цельсию. На часах сейчас 13.50. Прошел ровно час с того момента, как мы начали топить нашу печь. И давайте смотреть температуры. Патрубок дымохода 250-260 градусов. На шибере сейчас температура составляет меньше 100 градусов. Температура на стене у нас 30 градусов. 30-31 вот здесь под часами. Температура теплоносителя внутри устройства «Гейзер» составляет 72 градуса. И на нашей батарее в оконечности ее температура 59 градусов. Сегодня в лаборатории «Везувий» мы испытали устройство теплообмена «Везувий Гейзер». Сегодняшние испытания убедительно доказали, что с помощью устройства теплообмена «Везувий Гейзер» вы можете обустроить систему водяного отопления у себя на даче или в загородном доме. При этом в качестве теплового агрегата может выступать практически любая печь или печь-камин, работающая на твердом топливе. Канал «Везувий Печи Дымохода и Чекун на Литье» желает всем теплого дома, жаркой печи и до новых встреч в эфире.